below свежевышедший очень красивый поразительно атмосферный как говорят очень сложный рогалик вообще-то горячо ожидаемая игра который сейчас steam получает довольно смешанные отзывы все хвалят художественный уровень произведения но к сожалению отмечают недостатки геймплея отзывов критиков пока что очень мало видимо они еще не решили как относиться к этой столь неоднозначной игре я уже немножко посмотрел когда игра запускается она сразу автоматически начинается я уже немножко посмотрел эту стартовую заставку но не до конца потому что она крайне длительная и умудрился за вот этот небольшой промежуток времени поразиться насколько действительно игра предлагает атмосферное погружение с первых же секунд поэтому сейчас давайте замолкать и собственно приступать к началу это уже и есть она это белоу давайте погружаться а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 А если я его потушу, наверное, это уже будет... Он как бы потратится, скорее всего. И могу брать в то же время простой меч. А как брать лук? Тут система боевая еще довольно интересная, предполагается. Давайте все-таки пока здесь находимся у костра, я так думаю, что здесь довольно скоро состоится первая встреча с врагом. Немножко постараемся по-быстрому разобраться, потому что как брать лук, это, мне кажется, важно. Закрепить лук я хочу его каким-то образом. А вот я его сейчас одел, например, да? Хочу поместить во вторую ячейку, чтобы он как на двойку брался, но не вижу возможности это сделать. Сейчас я его снял, а теперь одел, да? Отлично. А это что такое вообще? Это вообще пока непонятно, что такое, ладно. Есть ускорение, можно, наверное, еще какие-то другие приемы изучить. Пока что обойдемся этим. Так, и какие-то можно собирать предметы. В принципе, все вот так вот серьезно. Тут что-то еще. По иконкам нужно угадывать, что это филе и репа. Я могу их использовать, верно? Давай репу, например, съели. У нас что-то поднялось. А, ну вот здесь наши с верхним левым углом потребности показываются, в принципе. Наверное, не стоит сейчас все это тратить, да? Потому что у нас там, в принципе, все довольно-таки неплохо. Посмотрим, что еще здесь есть в лагере. Еду, значит, будем собирать, она нам нужна. Не помешала бы и вода. А что с костром? Неужели это для сохранения? Так, отлично. Появилось какое-то дополнительное меню. Вот это нам пока недоступно. Нам нужно 25 опыта, возможно. А здесь что? Музыка заиграла другая. Ну, слушайте, ну да. В художественном плане это прям вкусняшка. Вот здесь вот что-то можно типа готовить, да? Вода, например, плюс... Филе приготовить, нет? Может и нет. Можно янтарь попытаться использовать для крафта, но не думаю, что это идет к какому-то результату. Да, наверное, пока доставим это место. Больше здесь ничего сейчас делать нельзя. Спать, сохраняться вроде как тоже невозможно. Поэтому встаем. Ой, вот это я хотел просто опробовать пробел, а выяснилось, что таким образом мы сломали костер. Его, кстати, даже нельзя восстановить после этого. Ну ладно, что ж, будем знать. Что с этими приемчиками нужно быть поаккуратнее. Окружение здесь весьма интерактивное. Так, хорошо, передвигаемся дальше. Величественно вся эта местность выглядит, надо сказать. То есть этот пляж, он как будто громадный, а там выше еще вот эти скалы, которые как будто до небес простираются. И вот, посмотрите на эту лестницу. Черт. Чувствуется эпичность путешествия, ну вот, реально с первых минут. Так что нашли. Приходится вот каждый раз осматривать эти предметы, которые мы находим. Это осколок, например. Пока непонятно все это, как крафтить, да, как использовать. Можно здесь вот сразу попытаться три предмета скомбинировать, но у нас каких-то таких рецептов пока что. Так что давайте не будем слишком уж экспериментировать смело. Хорошо. Передвигаемся наверх. И речь, конечно, звуковая часть не только про музыку, про окружение, звуки волн, дождя. Все это прямо очень хорошо передается. Тот же гром. Очень внушительная атмосфера. Вот серьезно. То есть, в прошлую игру, в которой мы играли в рубрике «Играем новинки, первый взгляд». Грис. Я был впечатлен, действительно. Но здесь атмосфера еще лучше реализована. За счет того, что, возможно, менее абстрактный стиль, да, все-таки используется в игре. Так, вот здесь вот нужно как-то будет прыгать. А как мы это сделаем? У нас все-таки пробел-то не для этого, но... Боюсь, что здесь будет сложновато. А если я упаду? Нам что же, пробовать теперь или как? Вопрос серьезный. Попытался достать фонарик. Тут есть такая кнопка, но ничего это не дало. Так, ну что, пробелом, значит, все-таки попробую. Может быть, я просто не понял, как прыгать. Обучение-то никакого нет, кстати. Нужно все самому... Ага, а перепрыгнуть, кстати, нельзя. Это хорошо, спасибо, что защитили меня от какой-то бессмысленной кончины. Насколько я понял, здесь вообще, возможно, нет сохранений. Я слышал, видел какие-то отзывы, где ругают игроки, что если умираешь, что приходится начинать с самого начала. С самого начала в каком смысле? С прибытия к берегу или с какого места? Пока что игра выглядит загадочно достаточно. Она ничего не старается объяснять. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Так, ну а что? Мы не смогли здесь подняться. И как будто это неправильно, это какая-то ошибка. Потому что, казалось бы, там нужно подняться. Давайте-то осмотрим этот берег получше. Посмотрим, есть ли здесь какая-то другая возможность. Вот здесь есть что-то типа подъема. Да, мы будем подниматься здесь. Отлично. У нас неплохой скалолаз, к счастью. Да, это, конечно, посложнее, чем просто лестница, но... Мы легко справляемся, по-моему, с этим. Очень хорошо за счет таких вот простых моментов передается... Важность, не важность даже, а значительность нашего приключения. Что действия, которые мы совершаем, они не просто раз-два нажал пару кнопок. Ощущается наше нахождение в пространстве нашего героя здесь. Так, вот здесь вот есть что-то типа тропинки. Стоит ли нам идти по ней или попробовать все-таки другой путь? Я так понимаю, если мы пойдем в левую, то мы обнаружим то место, где заканчивается эта лестница. Но все равно давайте осмотрим. А нет, смотрите, здесь как будто тропинка исчезает. Здесь все заросло вот уже. Вообще никаких подсказок, а это на самом деле круто. То есть исследуй сам все. Вот это пугающее... Пугающее огромное пространство. Вот это поле просто, смотрите, оно как будто может длиться бесконечно. Ну а, тогда пойдем, наверное, по дорожке вправо. Почему вправо, не знаю. Вот, нашли еще одну здесь лестницу. Более ничего интересного пока в окружении я вроде как не нахожу. Ну, предметов, которыми стоило бы наведаться. Наведываться. Так, здесь поднимаемся. Это без проблем. Куда идем? Чисто наобум, чисто интуитивно. Это тоже круто. Игра, несмотря на, кстати, на простую картинку, выглядит просто действительно мощно. Ох. И, кстати, по-моему, мы зайдем сейчас туда, где все и начнется только вот как раз. Что? Погружаемся в пещеру? Потому что это именно то, что изображено на иконке, на постере игры. Основной какая-то, основная скала, основной вход. С вот этим, опять же, пугающим, сюрреалистичным входом, да? Который пугает именно тем, что он такой продолговатой формы правильного прямоугольника. И в то же время этот прямоугольник в несколько раз выше, чем мы. Во много раз выше, чем мы. В этом его ужас, да? Ну, здесь лишний раз объяснять, наверное, не стоит. Фух. Так, атмосфера постепенно, конечно же, меняется. Мы все еще слышим звук дождя. Но, по-моему, на его место постепенно заходят новые звуки. Еще один вход. Смотрите, какие вот эти пугающие прямоугольные формы. Это как монолит из космической Одиссеи. Но в таком духе воздействия таких форм. На нас, на игроков. Нам нужно как-то попытаться зайти туда. Что для этого нужно сделать? Ну, явно не мечом прорубить этот ход. Слушайте, а почему он закрыт? Наверное, так не должно быть, по идее. Может быть, нам нужен... Какой-то предмет использовать? А какой у нас ничего особенного нету, да? Причем у нас тратится в это время и... Жажда, и голод. Вот осколок. Может быть, это не какой-то непростой осколок. У него есть какое-то особенное значение. Вроде как и нет. Попробуем воспользоваться факелом. Может быть, это что-то удаст. Да? Может быть, найдем какие-нибудь здесь символы. Вот это ощущение мистического приключения. Фэнтезийного в то же время. Очень круто. Сейчас прям ощущаю какую-то связь, не знаю почему, с Ластерином колец. Ну, возможно, из-за сцены в Братстве кольца, где они в море пытались проникнуть. Тоже достаточно мрачное окружение. Так, ну, включили мы факел. Только зря, по-моему, мы сейчас его тратим. Потому что ничего здесь не обнаружат. Неужели мы пришли сюда раньше времени? Делать это пока не стоило. Хорошо. Немножко даже сковывает, что ли. Заставляет чувствовать себя растерянно. Вот это отсутствие каких-то подсказок со стороны игры. Ладно, попробуем другую сторону наведываться. Ну, казалось бы, это стопроцентный вариант, что нам нужно сюда именно отправляться. Хорошо. Хорошо. Ну, раз выйти можно, значит, все-таки, возможно, да. Что-то мы упустили. Но, честно говоря, не воодушевляет эта идея, что нам сейчас нужно продолжать исследовать это огромное поле. Я уж надеялся, что с ним покончено. В какой-то степени, все-таки, этот узкий проход, он куда более благожелательным был, чем вот эти открытые пространства. Так, а здесь, кстати, тупик. Здесь ничего нету. Мы здесь пройти никак, я думаю, не сможем. Да там и нет ничего. Но только вот, кстати, нет, там есть кое-что. Но забраться туда не получится. Там есть флаг какой-то. Который, как бы, по идее, должно, вроде как, должно быть видно с моря. Белый флаг причем. Вот эти минималистичные признаки цивилизации, даже не цивилизации, а просто какой-то жизни, которая здесь была, они тоже внушают определенную надежду и в то же время заставляют задуматься, а что здесь вообще было. То есть здесь какие-то минимальные действия. Кто-то когда-то развил один лагерь. Кто-то оставил один флаг. То есть нету какого-то признаков огромной деревни, огромного поселения, огромной истории. Как будто здесь однажды наведывался человек или только несколько раз. Из-за этого место кажется еще более сокровенным. И в то же время не полностью диким, да? О, кстати, что-то нашли. Стоило все-таки просто осмелиться, двинуться прямо к центру поля. Итак, вот здесь вот что-то какой-то явно магический предмет, который нам необходим, я уверен. Кристалл, ну-ка. Вот, это то, что нам было пока что непонятно в инвентаре. Нажать F. Нажимаю. Так, ну это, по крайней мере, это неплохой фонарел, который, возможно, лучше светит, чем наш факел, да? Так, вот здесь что? Просто какой-то свет. О, здесь, смотрите, здесь руны нарисованы. Блин, как все атмосферно. Я вообще не знаю, что здесь дальше будет, какой экшен. Вот это все мне, пожалуйста, не нужно. Это я хочу вот руны исследовать. Можно до конца игры исследовать руны? Здесь это просто очень атмосферно сделано. И во всем этом есть, конечно, немножко еще хоррор атмосфера. Это реально страшновато, жутковато скорее. Так, вот мы теперь давайте посмотрим эту вкладку. Отлично. Ну, у нас просто она появилась, эта иконка теперь. Окей. Кстати, время тратить не стоит, потому что у нас есть немножко запасы воды и еды, но их немного. Здесь как будто какой-то рисунок собирается, да, видите? Но он нам сейчас ведь ничего не дает, скорее всего. Я могу выключить, кстати, да? Да. Хорошо, но вроде как запасы какой-то энергии не тратится, когда мы включаем этот кристалл, да? Поэтому можем спокойно с ним ходить. Что, мы пойдем дальше поле исследовать или наведываемся обратно в пещеру? Я уверен, что сейчас с этим кристаллом мы сможем открыть ворота. Скорее всего так. Да, здесь, я думаю, нас больше ничего не ждет. Может быть, какая-то маленькая пасхалочка в какой-то степени ждет нас где-то на краю этого острова. Который, кстати, судя по всему, довольно-таки маленький, да? Музыка какая-то заиграла. Нет, 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 если музыка заиграла, то давайте пойдем на этот звук. Ой-ой-ой, смотри, здесь, по-моему, вход какой-то. Да. Так, что это такое? Вопрос. У меня вот то же самое. А что это? В чем предназначение? Это маленькое... Маленького входа, да? Сравните с тем огромным входом таком. Таким торжественным, призывающим нас. Каким-то опасным приключением. Вот этой секретной маленькой дверью, как будто... Как будто здесь живет, не знаю, местный смотритель. Или уборщик какой-то. Так, может быть, каким-то образом нужно кристалл здесь задействовать? Я даже не знаю, потому что... Янтарь, вот это все, это не работает здесь. Может быть, здесь все-таки нужен как раз факел. Попробуем. Ну нет, мы просто не знаем, что с этой дверью делать. Она обычным образом не открывается, и, соответственно... Наверное, придется все-таки двинуться в другую сторону. Но запомнили. Ну как запомнили? Все-таки просто примем к сведению, что здесь есть вот такая вот дверца. А можно обойти ведь, да? Эту скалу. Только мы не увидим, что там с другой стороны находится. Потому что здесь как бы и 3D, но в то же время камера в 3D не двигается. Блокируя нам часть возможности передвижения в 3D пространстве. Хорошо, тогда, значит, мы возвращаемся. С вами знаете куда. Что ж, вот это такое ступление, где ты чувствуешь себя действительно растерянно. Возможно, хорошо вяжется с тем, что дальше ждет игрока. Где-то я уже успел увидеть небольшой отзыв, что игроки жалуются, что здесь звуковой ряд, электронная такая музыка, не синхронизируется с картинкой, собственно. С визуальным стилем, с фэнтези вот таким вот, приключением мрачным. Не знаю, по-моему, идеально синхронизируется. То есть какие здесь проблемы? Вы в инсайт играли, там не то чтобы электронная музыка, но эмбиент достаточно такой электронный, тоже искусственный, да? А атмосфера не то что фэнтезийная, но такая гротескная, живая в то же время, природная. Там много всего природного используется, элементов. И, по-моему, достаточно хорошо синхронизируется. Фэнтези и электроника, да, я понимаю. Изначально кажется, что это несочетаемая вещь, но сейчас уже фэнтези давно, по-моему, в такой степени развития находится, что и не только электроника здесь, и может быть и рок спокойно какой-нибудь, и еще что-то другое быть. Здесь нет каких-то жестких рамок для стиля музыкального сопровождения, как мне кажется. Главное, что именно тональность, настроение, мрачность, она передает. А больше, мне кажется, здесь и требуется, странно было бы. Так, да, действительно, вместе с кристаллом мы теперь сможем что-то добиться. Но как я должен был узнать, что я должен был найти сначала этот кристалл? Никак. Видимо, вот именно игра требует от игрока, чтобы он доходил до всего сам. Дальше это будет как-то проявляться в другой, скорее всего, манере. Так, окей, и что? А, и вот мы им светим. Выбираем прям направление. И смотрите, здесь, по-моему, рисунок. Ух. Да, все, проход открывается. Рисунок отчасти напоминающий тот, что мы видели там снаружи. Ну что, наконец-то проникновение. Так, и мы, по-моему, истратили, истратили силу нашего кристалла. Фонаря, называйте его как хотите, волшебный фонарь. Возможно, так правильно было бы его назвать. А здесь названия не важны, они, раз не упомянуты, в минимум, можно назвать как хотите. Лучше вообще никак не называть. Итак, конечно, это тревожно, но мы должны зайти внутрь. Ради сюда, ради этого мы сюда и прибыли. Больше на этом острове как бы ничего и нет. Этот остров маленьким оказался. Но маленьким он только оказался на поверхности, а внутри, что находится below. Ну, в общем, слушайте, играю очень круто. Действительно, сейчас есть, как я вначале сам сказал, когда мы прибыли на острове, этот момент сохраняется. Думается, что здесь можно переварить любой геймплей с таким-то атмосферным воплощением. С такой-то атмосферой, с таким-то визуалом. Даже вот эти маленькие детали, помехи на картинке, видите, вот эти, как будто старая пленка, да? Они тоже очень круто сделаны. И теперь мы спускаемся вниз. Ух. Даже хочется, чтобы это было бы более, чтобы это была более простая игра. Так. Опыт скалолазания у нас уже есть. Какой-никакой вниз, наверное, спускаться, тем более даже легче. Аккуратно. Что-то мы очень глубоко спускаемся. Но, впрочем, этого стоило ожидать. И вот эта медлительность, с которой игра нас знакомит еще в самой стартовой заставке. Я сначала думал, что это такое, может, игра зависла, что это очень долго. Но потом я привык и понял, что это, ну, действительно золото. Просто есть медленные игры. И, казалось бы, Беллоу, который вроде как и называют рогаликом, Ну, что, как рогалик может быть таким медленно. Однако. Так. Что-то вроде загрузки. Угу. Но они достаточно аккуратно. Вот эти переходы загрузочные плавно сделаны. Так, очередной лагерь. Костер. Конечно, разожжем, потому что иначе здесь как-то уж слишком мрачновато. Да, у нас факел не светит теперь. Все ясно, ладно. Мы поняли, как он работает. Он нужен для активации каких-то проходов. А потом нужно находить новые эти кристаллы. Так. Зажгли огонь. Осмотрим, что здесь есть. Янтарь очередной, да? Что у нас по... Давайте присядем немножко. Передохнем. Посмотрим, можно ли здесь что-то приготовить на воде. Ой, музыка какая душевная. Посиделки у костров-то как реализованы. Сейчас она играет сильнее, заметнее, чем там на поверхности, потому что здесь, собственно, легче погрузиться в это настроение, потому что окружение не так на тебя давит дождем, вот этими огромными открытыми пространствами. Здесь легче зайти в свой внутренний вот этот мирок, в котором, естественно, играет эта музыка. Потому что у нас нету ведь инструмента никакого. Это музыка, играющая у нас в голове. Но мы ничего готовить не сможем сейчас, поэтому встаем давайте. Музыка, только не прекращайся сразу. А, она потихоньку сразу же затихает. Ладно. Обидно. Вот эта карта, но она все еще у нас как бы не дает ничего, никакого представления. В принципе, я понимаю, как она, скорее всего, будет устроена. Но это только предположение все еще. Так, закроем ее. И посмотрим, нужно ли нам выпить воды. Не мешало бы. Черт возьми, следить нужно за этим. Используем. Ой-ой-ой, у нас что, пустое? У-у-у, тут я как-то и не подумал, что здесь все так быстро тратится. Филе может испортиться, я не знаю, может ли оно здесь испортится, но лучше съесть его тоже. О, даже не полностью восстановила. Потребность в еде, хорошо, ладно. Стоит сейчас поискать воды, как бы. Может быть, пустую бутылку-то наполнить стоит вот здесь, вот у ручья. Здесь вода наверняка должна быть чистой, да? Так, это можно пить воду прямо, это хорошо. А бутылка, а бутылка тоже наполнилась, причем автоматически, я так понимаю, это хорошо. Нашли здесь палку. Палка, это, наверное, может пригодиться она для чего-то. Палка. Ее можно скомбинировать с чем-то, по идее, да? Ну вот, эти предметы закрыты, скорее всего, нельзя с ними, значит, скомбинировать. Хорошо, постепенно разбираемся. Ну, мне нравится вот этот очень плавный вход. Слушайте, ну, это вот этот очень плавный вход, это то, что многим играм не хватает. Потому что все они предлагают игрокам какой-то... Как будто делают услугу игрокам, что все хотят сразу что-то получить, сразу погрузиться в геймплей, сразу получить все от игры, что она предлагает. Вот этот порог вхождения 2 часа, да, связанный с тем, что можно за 2 часа игры вернуть по стоимости ее, да? Сделать рефанд в стиме в том же. Из-за этого разработчики стараются уложить в первые 2 часа все самое крутое. Здесь этот, наоборот, плавный вход сделан. Но он на самом деле тоже показывает, что игра как раз-таки классная. Именно за счет вот этой формы повествования, а не медленной. Так. Первый уровень. Я не знаю, первая глава. Опять же, абстрактно все достаточно. В этом плане. В плане называния здесь все очень абстрактно. Абстрактная цель, абстрактный сюжет, да? Абстрактная история. Абстрактные легенды, как хотите. Но само пространство, оно не абстрактное. Оно как раз достаточно живое. Ну, это в художественном плане, опять же, чистый восторг. Слушай, цифра 1 на самом деле заставляет думать, что у нас здесь могут ждать какие-то неприятности. А вот это вообще похоже на ловушку. Мне кажется, стоит ее обойти. Да, я вот так сделаю. Было бы глупо умереть так быстро. Пока я действительно не нашел никаких намеков на сохраняемость. То есть костры вроде как не занимаются сохранениями. Передвигаемся дальше. Но как это в визуальном плане сделано? Посмотрите, просто даже блюр. Круто этот эффект реализован. Казалось бы, вид сверху таких игр тысячи. Но здесь все сделано настолько самобытно и красиво. Вау. Просто уже вау. Начинаешь терять. Как вы можете слышать дар речи. Запинаешься. Путаешь слова. И просто все больше и больше внутри тебя играет атмосфера. Ой-ой-ой. Так, вот и первая битва. Ух. Ладно, это было не сложно. Это было не сложно, но это было страшновато. Что от нее осталось? Ничего. Смотрите, неужели кристалл наш? Убили одно существо и нашли один кристалл. Так, просто. Кстати, у нас есть что-то вроде здоровья. Здесь есть вот можно замерзнуть. Да. Пока не знаю. Не видел, где можно было здесь замерзнуть. В принципе, видимо, чем ниже мы будем опускаться там. Всем возможно холоднее нам становится. Хотя, по идее, там как бы теплее должно быть. Но не в этом случае. Мне скорее кажется. Здесь какой-то холодный тройк у игры. Вот это, кстати, тоже интересный вопрос. О, я уже вижу. Блин, как даже классно. Вот эти обычные враги сделаны. Так, но пока я очень внимательно к этому отношусь. Кстати, смотрите, он упал вниз. Я же говорю, здесь окружение оно физично достаточно. Вот опять же не абстрактно, а очень физично. Так, вот это что за постапенты. Казалось бы, ну действительно, ну такой минималистичный мир. Тем более в подземельях, да? Ну здесь все выглядит очень интересно. То есть, даже вот такие детали. А вот эти скалы, обрывающиеся. Мы-то, скорее всего, туда упасть не можем. Но предметы, а как выясняется, упасть могут туда. Это окружение воспринимаешь действительно все более и более тактильно, что ли. Так, что у нас здесь? Это проход вниз. Давайте, наверное, пока если это колодец, что-то типа того. Мы туда наведываться не будем. Здесь можно налево. Ой, какой туман. Не, ну я теперь понимаю, что у меня тут 30 фпс. Здесь столько эффектов крутых. Все. Фух. У нас есть вот еще и щит. А как пользоваться луком, я так и не разобрался, черт возьми. В чем здесь проблема? Как воспользоваться чертовым луком? У нас есть две стрелы, но я не понимаю. Ну ладно. Окей. Так, нашли еще один осколок. И у нас теперь два кристалла, кстати. Так, расследуем здесь все аккуратно. Третий осколок. Да, за убитых врагов дают очки кристаллов. Отлично. Хорошо. Он у нас у меча, да, он достаточно длиннобойный. В принципе, ладно. Пока лук здесь и не нужен. Мне кажется, с луком я даже больше бы уже нафейлил, чем с мечом. Ой-ой-ой. Уже прислушиваешься, кстати, ко всему. Ползает там кто-то или нет дальше. Здесь есть проход. И сверху вроде как есть проход. Ой, там враг еще один. Ну ладно. Эти ребята не страшные все-таки. Нужно с ними просто быть аккуратными. Ох, они какие еще? У них еще что-то типа искусственного интеллекта есть. Видите? Опять неудачное место выбрало для атаки. Еще одна. А вот если их станет очень много, это может быть... О! Ты что делаешь? Ага, здесь значит... Ну хотя бы я теперь узнал, что у нас есть что-то вроде хп-полоски. Но интерфейс, опять же, он просто гениальный. В своем минимализме. Красивейший интерфейс, красивейший. Вот. И все-таки спасибо, что есть подсказки по поводу голода. Да. Звук очень неприятный, когда мы начинаем голодать, поэтому лучше все-таки восполнить. Наш запас еды. Неплохо, только у нас тут больше ничего нету. Если еще по поводу воды я как-то не очень беспокоюсь. Здесь все-таки подземные ручьи и все такое-то вот с едой. Мне кажется, здесь как будто могут быть проблемы. Это меня тревожит. Давайте дальше продвигаться. На этот свет. Там что-то светлое, помещение какое-то. Да, светлое. Не знаю, откуда свет шел тот. Вместо этого здесь вот такой туман. Так. Смотрите, карта начинает проясняться. Как я и думал, здесь будет вот такая вот маршрут метро. В какой-то степени. Так, ну и что она нам дает? Она нам пользу какую-то дает вообще, эта карта? Не особо так. Наверное, как только она станет более сложной. А здесь, похоже, она будет очень сложной. Эти подземелья будут очень витиеватыми. Вау. Я даже не знаю. Видимо, эта карта будет весьма полезной. Здесь, оказывается, очень узкая дорожка. Я думал, здесь будет что-то вроде как подземного поля. Надо заметить, что здесь везде растет трава. Может, мы там вверху где-то открытое небо? Хотя, почему оно должно быть открытым? Вот какие-то здесь сложенные камни, что ли? Что-то в этом роде? Что это такое? Блин, как все любопытно. А внизу там вода, да. Ну, а сейчас сонтрек, он не просто электронный. Он действительно стал ири-эмбиентом таким, да? И черт возьми, ну он-то идеально вообще синхронизируется. В общем, претензии к музыке вообще не понятны никакие. Сонтрека какой-то... Вообще здесь, возможно, даже самая лучшая часть игры. Кто-то, по-моему, еще написал, что... Ну вот, и он 30 минут побегал, очень скучная боевая система ему показалась. И сказал, ну все, удаляю. Ну и... Я не понимаю, как это можно здесь... Честно говоря, я хочу, чтобы так же продолжала игра наращивать темп. Очень медленно. Что-то там есть проход, ведь мы могли вот сюда вот... Наверное, заглянуть, да? Или нет? Или можно здесь зажечь огонь? Ой, там можно спустить. Я не хотел. Черт. Мы, по-моему, не спускаемся. О, нет, это что-то вроде сокровищница. Давайте зажгем огонь, может? Да. Так. Ну вот здесь вот уже начинает проявляться, да, функция рогалика. Так, подожди, мы нашли грибы. Ладно. Воспользуемся ими в крайнем случае. А вот этот сундук, он, по-моему, как будто дрыгается. Что-то как-то его, мне кажется, может быть опасно открывать. Откроем? Открыли. Там дрова, да? Факелы, факелы, много факелов. Факел, видимо, значит, все-таки тратится, скорее всего, да? Хорошо. Сейчас можно потушить огонь. Нет. Огонь потушим. Вот попробуем пройти, я хотел пройти под водопад, думал, там есть секретный проход, но не в этом случае. Хотя, мне кажется, здесь все-таки могут они быть вполне себе, секретные проходы. А вот с кристаллами тоже нужно быть аккуратнее, как будто они тратятся постепенно. Давайте, кстати, выпьем воды. И наполним бутылку, потому что, как бы, здесь это не нужно сделать. Наполнили, по идее? Да, наполнили. Ну что, уходим из этой тайной комнаты? Не зря, не зря я сюда все-таки заглянул. Ой, а уже появились враги. В смысле? Опять первый уровень нам показывают. Это была, как бы, комната отдельная от уровня. Слушайте, а враги могут респауниться, да? Вполне возможно. Никакого сохранения в меню я не увидел, кстати. Ну, то есть, как бы, а когда мне выходить отсюда из игры? Ладно, пока не выходим, пока двигаемся дальше. Я надеюсь, что здесь будет какой-то функция сохранения все-таки, иначе что? А может и не будет. Нет, скорее всего, не будет. Я понимаю, да. Эти подземелья, они будут, возможно, частично генерироваться сами. Но при этом, мне кажется, они все равно, вот, ну, пока что у меня нет ощущения однообразности. Все выглядит очень... Не похоже друг на друга. Хотя враги одинаковые, трава везде одинаковая, камни, да? Но в то же время кажется, что это каждая комната уникальна. За счет какого-то, я не знаю, визуального дизайна, опять же, стиля. Так, нам нужна еда. Я слишком много болтаю, мало ем. Красный грипп, его можно использовать, но что-то я боюсь, что это опасно. Давайте попробуем найти где-нибудь еду все-таки, нормальную. Вопрос только что... Проблема, точнее, в том, что здесь и как бы нет никаких намеков на то, что где-то может быть еда вообще. Ну, то есть, где здесь еда? Здесь, возможно, был какой-то другой исследователь, да? Может быть, он где-то оставил свои пожитки? Но я очень сомневаюсь, что это так. Я думаю, когда у нас желудок опустошится полностью, мы начнем терять здоровье. Слушайте, а я как будто здесь проходил уже или нет? Нет, 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 это другая комната. Здесь другая музыка. О, я же говорил, что их в один момент станет очень много. Вот уже, пожалуйста. Здесь нужно сейчас аккуратным быть и не сагрить эту армию. Так, нужен кристалл. Очевидно, кристалл здесь позволяет активировать вот эти разные предметы. И для этого как раз-таки нужно уничтожать врагов. Так. А все равно непонятно, что это нам дает, да? Вот как бы зажигается эта руна, это кнопка, а толку от нее? Никакого. Так, что здесь? Веревка. Слушайте, мне кажется, у нас столько предметов уже, что можно что-то попытаться скомбинировать. У нас действительно тратится, что ли, кристалл? А их было пять, а теперь четыре. Это плохо. Заглянем в инвентарь и попробуем что-нибудь скрафтить. У нас есть очень много предметов. Осколок, осколок. И... И мы собрали гвоздь. Гвоздь? Гвоздь, в смысле гвоздь, да? А еще что можно? Ну-ка. Янтарь с чем-то скомбинировать. Ну, у нас один янтарь и одна палка. Этого недостаточно, да? Нет, этого недостаточно. Хорошо. Слушайте, ну крафт здесь такой присутствует. Можно еще один осколок собрать. Так, а связка? Связку можно с осколком. Ой-ой-ой. Мы что, сделали стрелы? По-моему, это как стрела идет. Шипастые стрелы. Так. Слушайте, объясните, как мне луком пользоваться? Это пока что единственная проблема, с которой я столкнулся. Вот здесь вот четыре оружия. Почему я не могу им, черт возьми, воспользоваться? Вот, кстати, его можно использовать как фонарь. Это дает что-то. Отдельное какое-то действие. Ой-ой-ой. Так, расправляемся с тобой. Все-таки одного сагрили, ничего страшного, конечно. Я попытался им посветить именно как фонарем, но это ничего не дало. Может быть, нужно какую-то позицию занять другую? Типа вот так вот, да? Это даст что-нибудь? Ничего не дало. Ладно. Попробуем пройти дальше. И здесь как-то пройти вот это болото из этих красных тварюк. Аккуратно, ага, их по одному. Потому что если сейчас у нас уже трое как минимум налетят, это будет проблемно. Нам нужна еда. Я надеюсь, что она будет в конце этого прохода, иначе нам крышка. Так, боевая система. Разбираемся как с ней. Нет, это легкие враги, к счастью. С ними мы будем более-менее легко справляемся. Так, ну тут их еще, правда, все равно очень много. Два. Ну, два это нормально. Отлично. Вот так все это было сложно. Хотя они умеют вот эти рывки делать свои. Вот смотрите. Опа. Справились, хорошо. Девять кристаллов. Если бы их можно было в еду превратить, вот это было бы чудесно. У нас желудок уже совсем пустой. Ой, я смог сменить оружие, наконец-таки. Как я это сделал, только я не понял. Так, я что-то нажал, но не понял, что. Черт возьми. Два раза R. Странно. Окей, у нас желудок пустой, нужно искать срочно еду. Ага, как прицеливаться. Хорошо. Не так легко. У нас всего, тем более, две стрелы, но я думаю, их можно... ...вбирать. Отлично. Стрельба-то как сделана, интересно, кстати. А стрелы мы подобрали или нет? Вопрос. Смотрите, мы потратили обычные стрелы и не восстановили их. Так, что здесь? Отлично. Что-то очень важное подобрали. Весьма вовремя, кстати, потому что у нас кончается здоровье, срочно нужно... Так. Я думаю, камера отдалит и нас куда-то телепортирует. Нифига подобного. Нужно бежать. Нужно бежать, потому что у нас нет еды. Что мы подобрали? Срочно осматриваем предмет, найденный нами. Нет, здесь просто бечевка. Вот. Ключ от этажа. Отлично. Нам сейчас восстановят, надеюсь, желудок? Впрочем, я сомневаюсь, что это произойдет. И сейчас нас ждет второй этаж, да? Скорее всего, уровень 2. Так, срочно скажите, что это костер, а там еда. Это должно быть, это место. Быстрее, быстрее, быстрее. Медлить уже некогда. Зажигаем огонь и осматриваем, что здесь есть. Нет, какие красные грибы? А черт, у нас есть же грибы. Ну, едим их хотя бы. Нифига грибы ничего нам не дали. Очень печально. Что-то здесь должно быть. 25 кристаллов или что-то в этом роде. Но здесь нет еды. Здесь нет еды. Где еду искать? Нам нечего готовить. Что это дает? Я не знаю, я включил голубой огонь. Он восстанавливает здоровье? Не похоже на то, на самом деле. Он не восстанавливает здоровье. Я не знаю, в чем предназначение голубого огня. Он, конечно, выглядит очень дружелюбно, но это все, по-моему. У нас реально заканчивается здоровье. Срочно что-то ищем. Это что такое? Я готов съесть любой предмет, который выглядит съедобным. Нет? Я надеюсь, что я сохранился на этом костре сейчас. Других надежд у меня сейчас нету. Мы сейчас далеко уже здесь не пройдем. Кажется, первая смерть приближается к нам. Безжалостно совершенно. Второй уровень. Как бы да, это второй уровень. Который очень, кстати, тормозит почему-то сильно. А, ну ладно. Но мы хотя бы не умерли с голода, а умерли как настоящий воин. Отлично. Ну, сейчас мы сейчас все узнаем. Наконец-то, что здесь с сохранениями. Не начнем ли мы с самого начала? Как же сейчас я глупо умер. О, боже мой. Вы шустите. А почему с корабля-то начинаем? Почему с корабля они хотя бы сначала подземелье? Здесь же нужно здорово пробегать каждый раз. Ну, вот это, конечно, я уже все тут готов был принять, да? Но это решение выглядит очень, очень жестко. А насчет того, насколько здесь нужно экономить еду или насколько нужно стараться быстро действовать? Сейчас, конечно, музыка заиграла совсем не в настроении того, которое я испытал только что от этой смерти. Но ничего. На самом деле, давайте вот здесь, в более-менее дружелюбной ситуации, да, остановимся. Мы увидели первую смерть. Это самое важное. Я наконец-то понял, как игра работает. Это действительно шокирует, что ты берешь и начинаешь с самого начала. САМОГО! Вау! А ее можно пройти вообще? Мне кажется, можно. Но это действительно, я теперь понимаю, почему это хардкорная игра. Она тяжелая не в плане боевой системы, а в плане выживания. И это настоящий сурайвал, рогалик. Блин. И я готов. Я готов здесь умирать, как я и сказал, потому что здесь это... хочется. Хочется пытаться пройти дальше за счет чисто именно художественного воплощения произведения. Очень круто. Пока что, скажем так, это была первая проба. Очень такой поверхностный... Ну, не поверхностный, первый взгляд, но кусочек, знаешь, мы откусили от этого блюда под названием Below, да? Ну, кусочек уже по-настоящему насыщенный такой, а не какую-то там корочку только лишь. Дальше, видимо, конечно, там сердцевинка, все будет вкуснее и вкуснее становиться, но и так все очень классно. В общем, Below еще одна достойнейшая, более чем достойнейшая игра под конец года, выходящая обязательно к ознакомлению, не только, мне кажется, даже для фанатов жанра, но и вообще для любителей атмосферных приключений. Здесь есть к чему присмотреться. В следующий раз сыграем какую-нибудь другую новинку. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока.